Срубил он нашу ёлку, по самым колечком. Радостный смех, лезглазахи, счастливые детские лица. Всё это можно было наблюдать сегодня в Нижегородском цирке. Валерий Шанцев открыл благотворительное новогоднее представление губернаторскую ёлку. Мы от имени правительства, от имени губернатора делаем ёлку для детей, у которых сложилась не очень простая судьба. Это дети-сироты, это дети, оставшиеся в учительство родителей. Это дети из приёмных семей, и хотелось бы, чтобы таких праздников было больше. 11-летний Иван в преддверии Нового года написал письмо только не Дету Морозу, а губернатору Нижегородской области. Мечтой мальчика была личная встреча с Валерием Шанцевым, и вот сегодня она осуществилась. Я очень рад, потому что я ему пожал руку. Я это очень мечтаю, ему пожал руку. Он такой добрый. Сын написал, он давно уже переписку ведёт с губернатором, поэтому вот писал, встретились. Он мечтал встретиться, и он нас пригласил встретиться. Мы поздравили друг друга с Новым годом, с наступающим, и пожелали здоровья всего, самого наилучшего. Иван не только пожал руку губернатору, но и получил заветные подарки – настольную игру и набор фокусника. В свою очередь мальчик тоже преподнёс главе региона новогодний сюрприз. Иван подарил подарки своими руками, которые сделал. Ну и как бы, в принципе, всё, что мечтали, сфотографировались, всё сделали. На новогоднее представление в Межгородский цирк пришли 2000 детей. Малыши и подростки с нетерпением ждали начала циркового представления. Его, как и полагалось, открыл глава региона. Я хотел бы, чтобы из 2013-го, из 2014-го, вы взяли с собой это настроение. Настоящее наружу, на учёбу, на то, чтобы разносторонние и гармонично развиваться. И чтобы будущее наше, а если бы, было бы светлым. А теперь, ребята, давайте все вместе посмотрим новогоднее представление. Показуем на артисты Миросгоншинка. Вопросы нашего губернатора. Ребята с восторгом наблюдали за выступлениями акробатов, дрессировщиков и клоунов. Губернаторская ёлка надолго останется в их памяти, как самый добрый и красивый праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова